Слова пророка, и непременно появятся в среди моей общины 30 лжецов. Каждый из них будет говорить, что он пророк. Это не означает, что они будут мусульманами, нет. Тот, который заявит, что он является пророком, тот является неверующим. Но здесь в среди моей общины имеется в виду, будет заявлять, что он верит в Аллаха, верит в судный день и верит в Мухаммада. Будет заявлять, что Мухаммад это хак, это истина, и Куран это истина. Но к нему приходит Джибриль и он тоже пророк. Такие люди появятся. И за ним будут следовать люди, которые относятся к храму, называются мусульманами, будут читать намаз, совершать уразу, хач, платить закат и так далее. Говорит, сказал Говорит, сказал Говорит, Также указание на число этих лже-пророков пришло в хадиси Хузейфы. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алия салям, Якунухи уммати хаззабуна даджалюн, придут среди моей общины лжецы даджали, саба уайшрун, их будет 27 человек, линум арба анисуа, из них 4 женщины, то есть 23 мужчины, 4 женщины. Это не означает, что это их число за все эти века. Их было гораздо больше, тех, которые являют себя пророками. Потому что чаще всего это происходит от сумасшествия, или от большого нападения джиннов. То есть джинны начинают взмушать человеку, что он особенный человек, что он непростой человек, что он что обладает каким-то почетом от Всевышнего Аллаха, и что Всевышний Аллах избрал его среди других. Потом начинают приносить ему что-то подобное, или похожее на аятыр Урана. И, в общем говоря, затем заявляют, что он является пророком. И еще и говорят ему, знай, что когда ты объявишь себя пророком, и начнешь проповедовать эту религию истины, придут люди, которые скажут, что ты казар, что ты лжешь, что ты на заблуждении, что ты не на прямом пути. Не верь им, и пусть это не собьет тебя с твоего прямого пути, и тому подобное. Поэтому что их было на самом деле гораздо больше. Но в этих хадисах речь идет о тех, которые стали известными этим, что они являются пророками, и за ними последовали много количества и большое количество людей. Толпы людей последовали за ними и уверовали в них. Говорит, Этот хадис привел Абу-Ну-Айм и сказал, что этот хадис редкий. Говорит шейх Маам Кизам Саи, этот хадис является достоверным. Приводит его Ахмад, а также от Сахауи, а также от Сабарани, а также Абу-Ну-Айм. По дороге от Муаза ибн Хишама, который рассказал, я нашел в книге своего отца его почерком, и сам не слышал от него это. Это как называется? Когда передатчик говорит, я не слышал этот хадис от этого передатчика, но я нашел этот хадис в его книге, его почерком. Это называется уйджада. Уйджада один из способов передачи хадисы. И он принимается у мухандистов и считается за действительный способ передачи. Говорит, передает мой отец от Хатады, от Абу-Ма'шара, от Ибрагима, от Нахаи, от Хаммама, от Хузейцы. И этот иснад является достоверным. Абу-Ма'шар это зияд ибн Кулейд. А что касается слов Абу-Ну-Айма, что он сказал, этот хадис редкий, то это еще не означает, что этот хадис является слабым. Но отсюда понимается, что кто-то из передатчиков выделил по передаче этого хадисы, и никто кроме него его не передавал. Говорит, шахман Сизам, многие ученые указывают словом «гарис», то, что этот хадис редкий. Кроме как те ученые, которые используют этот термин редкий, в особенном смысле, обозначаем слабые именно хадисы. Как от термин или ибн Казир. Когда термин или ибн Казир говорит хадис «гарис», они имеют в виду «гарис», слабый. И также «гарис», если говорит «гарис», это хадис странный, то это означает, что он имеет в виду, у этого хадиса нет основы, даже нет и снада. Значит, хадис является достоверным. Но хадис Саубана более достоверный, чем хадис этот. Ученые посчитали тех, которые объявили себя пророком со времен посланника Аллаха, до сегодняшнего дня, говорит «гарис», то есть до его дней. Из тех, которые стали известными этим делом, последовали за ними целая группа людей в их заблуждении. По учиту «гарис» и действительно обнаружилось это число, о котором говорил пророк, саллаллаху алисалям. «Вамантала Акутуб Аль-Ахбар, Ват-Таварих, Арафа, Сыхадгада». А кто почитает книги истории и различных известий о прошлом, тот найдет, что это действительно так. То есть может найти указания на этих людей, которые объявляли себя пророками. Это слова Казы Айяда из его книги «Икмал Аль-Муалим» под хадисом номер 2923. «Вакалан Хафиз» сказал Хафиз ибн Хадир «Ваказаарам издаку залик и замани Расулиллах, саллаллаху алисалям». И проводилось это, подтвердилось еще во времена посланника Аллаха, саллаллаху алисалям. «Вакараджа Мусейлима Аль-Хадзад бель-Ямама». В Ямаме вышел человек, которого звали Мусейлима. Мусейлима Лжец, который объявил себя лжепророком. Который объявил себя пророком. «Валь-Асфат Аль-Анти бель-Яман». А также в Йемене появился человек, которого звали Аль-Асфат Аль-Анти. Тоже объявил себя пророком. Все это еще во времена посланника Аллаха, саллаллаху алисалям. То есть послал Николай был живой. Уже в Ямаме и в Йемене вышло два человека, которые объявили себя пророками. Во Фихилафат Абибакр, а также во время правления Абу Бакра, вышел человек, которого звали Тулейха ибн Хуэйлид, среди Бану Асад ибн Хузейма. У Асаджах ибани Таним. А также вышла женщина среди Бану Таним, которую звали Таджах и объявила себя пророком. Это во времена кого уже? Это во времена Абу Бакра. Говорит, во Фихилафат Абибакр, и был убит Фихилафат Абибакр, и был убит Фихилафат Абибакр во времена правления Абу Бакра. Некоторых ребятов приходит, что его убил Уахши, тот самый, который убил Хамзу, он же убил Фихилафат Абибакр. Говорит, что касается Тулейха ибн Хуэйлида, то он принес свое покаяние и принял Ислам, и умер на Исламе во времена правления Абу Бакра ибн Хасаба. И передается то, что эта женщина, Саджах, принесла свое покаяние и покаялась от этого. Сумма Хараджи Аль-Мухтар ибн Аби Убейт Ас-Сақафи. Затем вышел еще один же пророк, которого звали Аль-Мухтар ибн Аби Убейт Ас-Сақафи. И он взял власть в Куфи в начале правления Абдуллаха ибн Зубейра. И он начал преследовать этих убийств Хусейна и убил многих, которые имели отношение к убийству Хусейна. То есть сначала не говорил, что он пророк, просто взял власть в Куфи, сначала сделал так, чтобы люди его полюбили, а потом что сделал? Объявил себя пророком. Подобно тому, как делают сегодня Ихуан-Уль-Муслимун. Ихуан-Уль-Муслимун у них есть три степени призыва среди людей. И первая степень называется Тахбиб. Тахбиб, то есть делать так, чтобы люди тебя полюбили сначала, а потом уже что? Продвигать идеи своего чизба, своей партии. Ясно или нет? Это они делают посредством благотворительных фондов. Открывают фонды и начинают помогать людям. Беднякам, сиротам, вдовам, старикам, тем, у которых тяжелое положение, кто не может жениться и тому подобное. Открывают мечети, мадресе. И люди начинают их любить. Начинают их любить, и после того, как люди уже их полюбят, и слова ученых относительно них никто уже не будет воспринимать, они начинают что делать? Продвигать идеи своей партии. Ясно? То есть путь Ихвана Мусульмин подобен путям лжепророков до этого. Говорит, И этот Мухтар Ибн Аби Убейд начал говорить, что Джибриль приходит к нему с откровениями от Аллаха. А также из этих уже пророков Аль-Харис Аль-Каззад, Хараджев и Хиляфат Абдулмалик Ибн Амаруан Пакутиля, который вышел во времена правления Абдулмалик Ибн Амаруана и затем был убит. В Хараджев и Хиляфат Ибанил Аббас Джамаа. И во время правления Банул Аббас, то есть Аббасидов, вышла еще целая группа, которая объявила себя уже пророками. Поэтому, говорит, в этом хадисе не имеют в виду те, кто просто назвал себя пророком. Потому что их невозможно сосчитать, очень много. Потому что чаще всего человек объявляет себя пророком из-за того, что он является сумасшедшим. Или из-за болезни, которая называется сауда. Но в этом хадисе по тридцатью уже пророками имеется в виду те, которые стали известными в этом. И у них появилась группа людей, которая начала их поддерживать и их защищать. Каман Усафна, как те, которых мы описали выше. То есть как Асут Аль-Анси, как Аль-Харис Аль-Каззар, или как Мусейлим Аль-Каззар, или Аль-Мухтар Ибн Абиба-Бейт Ас-Сақафи и им подобные. Говорит, Еще остались из них те, которые придут до трудного дня. И самый последний из них будет, что Большой Даджаль. То есть имею в виду Даджаль, тем известный, кто Антихрист. Он тоже один из этих тридцати. И он самый последний и самый заблуждающий из них. Это из книги Фатхульбари, под хадисом номер 3609. Говорит, Слова пророка, салаллаху, в этом хадисе, и я, печать пророков. Калал-Хасан, сказал Аль-Хасан, то есть Аль-Хасан Аль-Бафри. Говорит шейх Малхизам, мы не нашли этот астар Аль-Хасан Аль-Бафри с Иснадом. Его упомянул Аль-Вахиди в своем тарсире, книги Аль-Васид, из 40-го аята Сура Аль-Ахзар, без Иснада. Сказал Аль-Хасан Аль-Бафри, Аль-Хатам, аль-Назиху Тимаби. Печать это тот, кто является последним цепочкой. А инну Ахар, Ахирун Набиим. То есть он последний из пророков. Камакала Тааля, как сказал Синешний, Макана Мухаммадин Аба Ахадин Мириджаликум, Валакин Расул Аллах, Вахатам Ан-Набиим. Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужчин, но он посланник Аллаха и печать всех пророков. Кто-то может сказать, а как же Иса Алей-Салам? Он же придет еще перед судным днем, и он тот же пророк. Значит, наш пророк Мухаммад, не последний пророк, что ли? Или как получается? Говорит, нет, Иса Алей-Салам придет в конце времен и будет судить по шариату Мухаммада, поэтому он не рассматривается как еще один отдельный пророк, но уже будет рассматриваться как один из членов этой общины, общины Мухаммада, говорит Мусаллиян иля Киблятии, он будет совершать намаз в сторону Кибли Мухаммада, то есть в сторону Каабы, и он будет подобен одному из этой общины, одному из членов этой общины. Говорит, Бальхуа, Афзал Азиль Умма, более того, он будет лучшим из этой общины. Казал Набиим, сказал пророк, Афзал Алей-Салам, и не будет уже от них приниматься джизия. Если они отказываются, будут идти на них с сражением. А во времена пророков, как было, их призывали к джизию, если они отказывались, заставляли их приносить джизию. Если не хотят джизию, тогда с ними сражались. А во времена Афзал Алей-Салам, все, джизия будет аннулирована. Потому что до них уже довод дошел такой, который они не могут опровергнуть. Придет к ним человек, которого они называют своим пророком. Более того, называют Богом. И он скажет, что религия Мухаммада является истиной. И здесь у них не останется уже никакого сомнения. Поэтому джизия от них уже приниматься не будет. Кто-то может сказать, как так? Придет Афзал Алей-Салам и будет изменять шариат Мухаммада. Захочет сделать так, захочет сделать так, уберет джизию и тому подобное. Мы говорим, что касается того, что он захочет так, захочет так, то этого не будет. То есть, если Ибнумарем не будет делать в этом шариате Мухаммада, Афзал Алей-Салам, то, что он захочет, это неправильно. Но сказано, что он отменит джизию. И отменит он джизию согласие пророка, Афзал Алей-Салам. Пророк, потому что он в этом хадисе указал на это и не сказал этому, что противоречит. И высказал свое согласие на это. И сказал, что так оно произойдет. Поэтому это является также частью шариата Мухаммада, Афзал Алей-Салам. Этот хадис приходит в Бухарии мусульман со слов Абу Гурейль.